Скотланд-Ярд против 13-го Внимательно, пристально рассмотрите это лицо Не приходилось ли вам прежде его видеть? Этот человек выглядит совершенно обычно Очень может быть, что в ближайший уикенд он будет стоять в пивной прямо за вашей спиной Призыв предупреждения Сопровождаемое портретом в четверть газетной страницы появилось в лондонской Sunday Express За день до того, фотографию размером поменьше напечатало большинство других английских газет Англичане в эти дни, оказавшись на улице Войдя в магазин или сев в кресло в кинозале упорно примеряют снимок к лицам других прохожих, покупателей, зрителей Дело не шуточное Тем, кто обнаружит этого человека обещана награда в четверть миллиона фунтов стерлингов Повальная физиономистика одолела страну У меня нет видов на четверть миллиона Но я тоже гляжу и гляжу в лесу этого сорокалетнего человека огромного роста, атлетического сложения в безукоризненном костюме, уверенного в себе Чистое любопытство и еще спортивный азарт Неужто опять уйдет? Это давняя история Приехав два года назад в Лондон Я застал ее последнее действие Однако, занавес до сих пор не опущен Начало знаменитой истории Положило уникальное по дерзости и точности исполнения Операция 13 злоумышленников 8 августа 1963 года Включив ложный красный свет семафора В районе города Чеддингтона Они остановили почтовый поезд В ходе молниеносного налета было украдено 2,5 миллиона фунтов стерлингов Скотланд-Ярд справился с розыском налетчиков Но из 2,5 миллионов фунтов удалось найти лишь несколько сот тысяч Миллионы исчезли Реализовать их за относительно короткий срок было невозможно Куда же они делись? Банки, которым принадлежали похищенные деньги требовали ответа Его не было В июле 1965 года притаившиеся миллионы в первый раз напомнили о себе В Омсворской тюрьме тогда случился побег Четверо заключенных сумели пробраться к стене 10-метровой высоты и по заботливо брошенной им кем-то веревочной лестнице преодолеть ее Двое беглецов вскоре после этого попали в руки полиции Двое других как воду канули Одного из них ради него и устроили побег звали Рональд Бикс Он был в числе тех 13 очистивших почтовый поезд Как организатора налета его приговорили к максимальному сроку 30 годам тюрьмы Бикс отбыл из них только 15 месяцев Поимка последнего 13-го стала для Скотланд-Ярда задачей номер один Бикс был последней надеждой на то что ключ к загадке с пропавшими миллионами когда-либо будет обнаружен Четыре с лишним года о Биксе не было ни слуху ни духу Где его только не искали Каким средствам не прибегали чтобы напасть на его след Ничего никакого проблеска О нем уже стали забывать И вот в октябре 1969 года взорвалась бомба Бикс в Австралии Более трех лет он со своей семьей преспокойно жил в уютном домике на окраине Мельбурна Носил Бикс разумеется чужое имя но жил не стесняясь на широкую ногу О том что 13-й чувствовал себя в безопасности можно судить по разным признакам в семье его за это время прибавилось еще два сына всего их стало три Бикс вели светский образ жизни принимали гостей до глубокой ночи засиживались в ресторанах путешествовали их можно было увидеть на модном среднеземноморском курорте на ближнем востоке в Гонконге одинаково поражаешься как дерзости Бикса уверенного в том что в мире в котором он живет деньги делают его неуязвимым так и близорукости полиции в том числе хваленого Интерпола впрочем один раз Бикса арестовали его обвинили в грубом нарушении правил уличного движения и отпустили каким же образом Бикса все же засветили эта загадка очередная в длинной истории еще одна возникла 18 октября 1969 года когда дом на Мельбурнской окраине со всех сторон окружили вооруженные до зубов полицейские оказалось зря Рональд Бикс за пять часов до этого улизнул кто-то весьма информированный предупредил его об опасности четыре дня спустя его снова накрыли на этот раз в мотере при выезде из Мельбурна и снова разочарование австралийских Шерлок Холмсов в номере в котором Бикс провел двое суток нашли пару его чемоданов пальто дорогие костюмы стало быть он очень торопился но кто-то и на этот раз его предупредил кто же жену Бикса Чермейн респектабельную привлекательной наружности даму арестовали ее обвинили в пользовании фальшивым паспортом трех детей на время приютили друзья Через несколько дней миссис Бикс выпустили и тут началось нечто совсем уж удивительное репортеры газет радио и телевидение передрались за право первыми заполучить историю Чейрмейн вверх взяла австралийская телевизионная корпорация миссис Бикс жаловавшаяся что за время разорительного подполья подпольного житья ее семейство порядком поиздержалось получила от корпорации 35 тысяч фунтов стерлингов за всю свою жизнь за все свои труды Чарльз Диккенс к примеру не получил и половины этой суммы Рональд Бикс между тем снова как сквозь землю провалился промыкнуло сообщение что он вылетел куда-то на частном самолете 5 месяцев о нем ничего не было слышно потом Бикс еще раз сошеломил публику вечерние лондонские газеты захлебнулись сенсацией 13-й в Англии Скотланд-Ярд подтвердил факт официальная версия такова испанские власти арестовали некого жителя Гибралтара владельца двухокеанских яхт поймав его за транспортировкой контрабандных товаров в порт Альхосирас в ходе допроса выяснилось что незадолго до этого контрабандист перевез на одной из своих яхт из Австралии в Англию пассажира англичанина арестованный клялся что не имел ни малейшего представления о личности щедро заплатившего ему незнакомца но из его описания сотрудники полиции Сколтон-Ярда сделали вывод Бикс итак новая загадка что заставило Рональда Бикса человека трезвого и расчетливого пойти на этот с первого взгляда безрассудный шаг отправившись домой есть по крайней мере три разные версии по одной из них любвеобильный налетчик пожаловал к милым его сердцу британским берегам чтобы повидаться с оставшейся здесь приятельницей другая теория вполне реалистичная и наиболее интригующая для Скотланд-Ярда имеет чисто финансовую основу миллионы пусть слегка отощавшие пусть разбитые на части где-то отлеживаются порастрявши вывезенные из Англии капиталы Бикс вернулся чтобы пополнить запасы третье объяснение вытекает из предыдущего в основе его лежит догадка о предательстве вспомним обстоятельства коллективного побега из Онсвордской тюрьмы в 1965 году вместе с Биксом помимо тех двух что вскоре снова попали в руки полиции оказался уголовник по имени Эрик Флауэр перебравшись в Австралию Бикс прихватил и его с собой с какой стати очевидно чтобы Флауэр был все время при нем чтобы не предал вернемся к неожиданному разоблачению Бикса в Мельберне не Флауэр ли все таки его выдал предположение тем более основательно что стало известно и другое небезынтересное обстоятельство несколько дней спустя после того как Бикса накрыли и он бежал арестовали самого Флауэра полиция взяла его после анонимного телефонного звонка звонить мог лишь один человек Бикс теперь самое главное зачем Флауэру понадобилось выдавать Бикса деньги у Флауэра судя по всему были свои виды на украденные капиталы при этом не исключено что он действовал в качестве орудия лондонских компаньонов 13-го пожелавших избавиться от этого претендента на миллионы нужна урегулировать финансовые дела а заодно рассчитаться с коварными с подвижниками если верить этой последней версии и привела Бикса на британские острова насколько он преуспел в своей миссии пока неизвестно полиция уверена что в любом случае Бикс рвется сейчас из Британии прочь на другие континенты при любой маскировке усы борода и тому подобное при всей гигантской протяженности Лондона где человек теряется как иголка в стоге сена Бикс чувствует себя здесь словно на углях в свое время он допустил непростительную оплошность кто-то из приятелей когда они вместе резвились на испанском курорте заснял его на киноплен фильм оказался в распоряжении Скотланд Ярда там обнаружили что упорные разговоры о пластической операции якобы сделанной Биксом сразу после побега из тюрьмы несостоятельны он все тот же фотография разошедшаяся по свету в миллионах экземплярах как раз и переснята с фильма все входы и выходы из Британии были взяты под усиленный контроль кстати один из руководителей Скотланд Ярда пожаловался что поиски участников ограбления почтового поезда и прежде всего охота на Бикса обошлись британской казне еще в 2,5 миллиона фунтов стерлингов деньги деньги тринадцатой в западне но если он снова улизнет в этом не будет никакого чуда Бикс просто еще раз докажет что умеет распоряжаться капиталами апрель 1970 года глава из книги Британия великая и малая автор Виталий Кобыш КОНЕЦ